Вечер пятницы, а значит настало время читать правду севера. С вами газета на ТВ. Здравствуйте. Антарктическая драма разыгралась в Крыму. Статья под таким парадоксальным названием появилась в свежем номере. Не менее загадочная история создания материала. Журналист правды севера. И капитан дальнего плавания Владимир Соколов, пребывая в отпуске, получил необычное приглашение стать консультантом при съемке фильма о дрейфующем в Антарктиде судне. Сегодня Владимир у нас в гостях. Владимир Павлович, здравствуйте. Ну, как выяснилось, в отпуске вы не только занимаетесь журналистикой, но и способствуете съемкам фильма. Но сначала о более вашей привычной деятельности. Итак, капитан дальнего плавания и журналист. Как давно эти две грани вашей личности сочетаются вот так удачно? Мне тоже кажется, что это большая удача в моей жизни. Но для того, чтобы об этом говорить, это нужно, наверное, часа два-три. Я постараюсь быть кратким. Началось все очень давно. Очень так, что даже я, наверное, не все помню. Начиналось все, когда я закончил мореходное училище. Меня послали в Мурманск работать, а там был такой нефтерудовоз, назывался Ургенч. Вот на этом рудовозе Ургенч я был четвертым помощником. Сейчас таких должностей уже нет. А тогда это было просто секретарь машинистского капитана. Вот просто и ясно. Он штурман маленький, он слабенький, а машинка большая, Украина, она была моим рабочим орудием. И капитан был немножко писатель. И немножко писатель каждый вечер мне отдавал тетрадку 24 места, чтобы я утром эту тетрадку сделал на машинопечатном этом станке и на А4 листе. А потом постепенно мне стал доверять отправлять свои материалы в город Ургенч. Я по приходу в Мурманск, Ленинград, в Ригу, Ленинград, делал пакет и отправлял Ургенч, если я не ошибаюсь, узбекская республика, газета «Ургенческая правда». Все хорошо было, капитан получал гонорары. Однажды, когда он ушел в отпуск, эти публикации, поступления в газету «Ургенческая правда» прекратились. Вызывают меня в парадком пароходство и говорят, в чем дело. С тех пор, в общем-то, меня потихонечку привлекли уже к тому, а через несколько лет, уже 80-е были годы, 80-е, середина, наверное, просто было какое-то, я даже не помню, как это выглядело, кажется, было рекомендация меня, чтобы послали меня в Ленинградский государственный университет учиться на факультет журналистики. Добросовестно составили бумагу, отправили. То есть, в общем-то, получили даже образование специальное. Да, ну, я так скажу, что в 93-м году я его добросовестно закончил. Нам написано в дипломе «Советская журналистика», «Отделение фото журналистики». Так что немножко я профессионал. То есть, вы профессионал немножко очень. А как же судьба вас связала с «Правдой Севера»? А это тоже была длинная история, тоже издалека. Когда я проходил практику в качестве журналиста на третьем курсе, я в нее пришел в редакцию, мне сказали, что «давайте попробуем». И потихонечку, потихонечку, мы пробовали уже не в «Правде Севера», а в «Рыбаке Севера», потому что там требования были не то, что ниже, а гораздо ниже. Отраслевая, рыбацкая газета, плавненько потом некоторые материалы остались из «Рыбака Севера» перетекать в «Правду Севера». Был такой, значит, слава Богу, здравствующий Щипунов Валерий Дмитриевич. И он сказал, давай-ка мы вместе с тобой поработаем. То есть, он был, в принципе, монстр журналистики. Он натаскивал меня, так скажу, что по-хорошему. Кое-что вышло. Три раза меня тут, значит, награждали лучший журналист год. Но это в течение 20 лет, в принципе, это хорошо. Спасибо за внимание. Ну, получается вот так, как есть. Удивительная история, на самом деле. Нормальная история, хорошая. Но вернемся непосредственно к вашей статье. Итак, вы получаете приглашение, поступает звонок. Что же дальше? Позвольте я зачитаю. Выдержку как раз из вашего материала. Уже через два часа авиабилет до Симферополя был прислан по электронной почте. На следующий день я сидел в самолете, который перенес меня с южного берега Белого моря на северное побережье Черного. У здания аэропорта ждала машина. Встречающий водитель рассказал, что группа прибыла в Севастополь два дня назад. Съемки начнутся завтра на борту какого-то парохода. Для меня забронировали номер в гостинице, куда мы и едем. Ну, сама по себе вот эта история уже похожа на отрывок из какого-то фильма. Расскажите предысторию. Почему выбрали именно вас? Почему именно вас попросили участвовать в съемках этого фильма? Ну, я так скажу, что элемент случайности, конечно, присутствует. Для этого нужно, чтобы я был в отпуске. Для этого нужно было, чтобы я был дома. Ну и третье, опять же, возвращаясь назад, в свое время, это было 98-й, 2001-й, я работал на Михаиле Сомове, старшим помощником капитана. Ну, старшим старпом — это человек, который, ну, просто обязан по своим должностным обязанностям, да и как профессионал, с носа до кормы и от котика до келя, пароход, ну, весь изучить. Давайте поясним, что Михаил Сомов — это как раз прототип, да? Да-да-да. Ну, то есть, речь-то, я как раз думал немножечко попозже сказать. Да, да. Значит, вот как раз сценарий фильма предусматривал напомнить о 30-летней давности истории, когда как раз именно Михаил Сомов оказался в дрейфе, в вынужденном дрейфе в Антарктиде. И человек, ну, это я уже немножко о другом, это ближе, человек, который был консультантом в Мурманске и Санкт-Петербурге, там съемки начинались и продолжались, он уходил в рейс. Я так думаю, что это он рекомендовал, поскольку он был капитаном в свое время этого судна, и Астропома, то есть это нормальная рокировка такая. Мы с ним общались вот эти в течение многих лет довольно часто, и я думаю, что, ну, я его не подвел. Давайте поясним нашим телезрителям, почему съемки фильма об Антарктиде, да, проходили в Крыму. Нет, значит, надо сказать, что они проходили в Мурманске на ледоколе Ленин. Административная группа Мосфильма, она довольно хорошо и довольно долго, где-то около года, искала подходящие суда по интерьеру, по возрасту, значит, по конфигурации корпуса, для того, чтобы максимально приближенно к Михаилу Сомову. Ну, Михаил Сомов в это время работает, и просто руководство посчитало, что важнее работать в Арктике, чем сниматься в кино. Это их, конечно, право. А нашли ледокол Ленин в Мурманске, как раз Юрий Алексеевич Настэка, консультантом был, он там отработал, и в Питере, значит, ну, а мне досталось Крым почему, что, значит, нашли судно по интерьеру внутренних помещений, оно практически повторяет Сомова, вот, и трудностей как раз не возникало для того, чтобы где-то вот на судне строить что-то новое, когда есть готовое старое. Ну, вот, потому, ну, еще вторая деталь. Где-то возле Севастополя есть такая бухта Камышовая, и вертолет по сценарию, который должен упасть в воду, ну, в Кольский залив подойти я, конечно, никому не советую, а там, в принципе, они, ну, упали-упали, ладно, вытащили их. Вот это немножко тайно они открывают передо мной, ну, я перед вами. Да, ну, предваряя следующий вопрос, хотелось бы зачитать опять отрывок из вашей статьи. Актеры обсуждали положение, в которое попал Михаил Громов. Михаил Громов, на самом деле, так назывался. По фильму он Михаил Громов, да. Судно. Предлагали варианты, как выбраться из льдов. Режиссер и оператор по ходу действия кое-что поправляли в тексте, в декорациях, в освещении. Поразило, с какой тщательностью оттачивается каждый кадр. Фразы, выражения лиц, жесты. Вот в связи с этим вопрос. Ваша задача как раз и была поддержать вот это соответствие реальности всего происходящего. Ну, в общем-то, сразу тогда я скажу, что в первоначальном этапе, в Мурманске, я думаю, что, значит, Юрий Алексеевичу настояка, ему гораздо труднее. Почему приходилось, что люди, они абсолютно к морю отношения никакого не имеют. Может быть, на картинках видели пароходы. И вот этот начальный этап корректировки сценария пришелся ему, достался ему. В общем, для меня, когда я уже видел новый, будем говорить так, вычищенный сценарий, оставалось только прийти, посмотреть, вот если съемки в каюте. Ну, в каюте, допустим, не могут быть там какие-то рабочие инструменты, а им место на рабочем месте. Ну, бывало там, дело до казуса доходило, что, ну, некоторые вот вещи, которые, ну, пардон, нижнего белья, да, ну, тоже человек должен. Ну, и когда режиссер, оператор слушает, они сразу предупредили, говорят, что мы выслушаем мнение, не факт, что мы его, допустим, реализуем. Ну, то есть, внимание, которое мне было, я видел, что 100% они верят в то, что моему мнению, но там по сценарию немножко есть такие вещи, которые, ну, надо, чтобы выпирало что-то, о чем я не знаю. Ну, это, так сказать, тайна уже кино. Но, тем не менее, деталям уделялось большое внимание. Ежедневно, с 8 до 20 вы работали, работали продуктивно. Я скажу, что, чтобы по Севастополю погулять, у меня времени практически не оставалось. Это, то есть, уже голова гудела от того, что... То есть, когда мы увидим этот фильм, «Ледокол», кстати говоря, он называется, мы можем быть уверены, что это максимально четкая работа, это очень хорошее кино. Я надеюсь, что это так оно и есть. Потому что, ну, вот мое, допустим, присутствие там, я не так оцениваю, как вот, предположим, режиссер, оператор и вся эта группа киношники. Я именно как консультант выступал. У людей сама отдача. Я вот посмотрел просто, дай бог, вот так вот коллективу сорганизоваться, так хорошо, как часы работать, это просто можно любому коллективу позавидовать. И вот если они так же будут. Единственное, что мне сказать большое спасибо и понадеяться, что именно «Ледокол» окажется фильмом популярным. Вот так. Владимир Павлович, я не могу удержаться от вопроса. Мы видим на странице статьи изображение собаки Фроси. Тоже актер Мосфильма. Какую роль исполняла Фроси в этой картине? Ну, автор сценария, скажу, что немножечко краски сгустил. Может быть, даже разнообразил картинки, что на настоящем Сомове там животных не было. Просто не могло быть. А здесь по сюжету один из полярников берет собаку, которая жила у них на полярной станции. И они вроде бы как два хороших друга. Трагическая там тоже картинка в сценарии, что собака, видя, что ее хозяин падает за борт, она прыгает за ним. И это все тоже снято. Хорошо тут показали. Ее удалось спасти, а хозяина нет. Трагедия такая. Фильм имеет право на такие фантазии. А потом, после этого, собака стала общим другом всего экипажа. Ну и вот эти вот 133 дня, когда судно в Дрефе, ну она каким-то хоть образом их, ну не знаю, быт разнообразила, что ли. Ну собака вот, она по-настоящему она жительница Санкт-Петербурга. Ее хозяйка, она, в общем-то, я тоже посмотрел, как у них взаимоотношения, ну добрейшие самые. Вот. И поэтому, когда я так раз или два подходил книгу, мы снимаемся практически вот уже где-то 6 или 7 лет в разных других фильмах. А здесь, ну я еще, чтобы можно было про Фроссию сказать, ну такого добросовестного актера, я просто не дал. Что сказано, то сделано. В общем, команда попалась очень хорошая, очень профессиональная. Мне они понравились. Вот прямо скажу, что мне вот как-то сказать по-другому, что они просто отличный коллектив. Вот это вот скажу. Вы, как настоящий журналист, нас заимпряговали, когда же мы сможем увидеть ледокол? Ну это, если верить то, что централисты и монтажеры мне сказали, идеально, вот если все гладко-гладко пойдет, то это будет, наверное, где-то июль, то есть через год, июль следующего года. Ваше имя будет в титрах? Нет, не будет. Я надеюсь, что не будет. Потому что Юрий Алексеевич Настайко, он сделал главное, как консультант. Ну а мне просто досталась роль, будем говорить так, немножечко почистить то, что мне показалось ближе к реальности. Владимир Павлович, спасибо вам большое за беседу. Ждем от вас новых интересных материалов. Вам спасибо. Читайте «Правду Севера», смотрите ПС и оставайтесь вместе с газетой на ТВ. Увидимся ровно через неделю. До встречи.